пиво варить нужно конечно только на пивоварне либо на ну нужно не нужно лучше я несколько раз попытался у меня есть люк стайл 5 самогонный аппарат до 1 моя варка была первая варка была вообще из консервов из консервов ну да там какая там варка развел консервы поставил ведро я считаю все обработал йодом это вообще фигня полная нет йод работает но на 70 процентов ну да может он плохо работает я не заразил пиво я не скажу что он заразилась я использовал большую концентрацию йода этот ее аромат йода остался в пиве и у всех тех кто пил это пиво был странного цвета язык не дай давид шутит просто вот этот йод он улавливался в пиве ну и консервы это были консервы потом самогонный аппарат а самогон аппарат у меня уже был и я попробовал первый раз сделать затор с фальш дном у люк стайла там фальш дно есть но насоса нету без насоса конечно хотелось сделать первое и с мешком и с мешком лавсановый мешок мешки кстати сейчас у меня был хороший мешок ну даже первый раз когда я говорил он хотя бы был нормально его правда съели мыши но он у него была такая плотность нормально через него проходила вода а потом я купил мешок лавсановый с какой-то там плотности он такой вот через него даже вода не проходит не говоря уже о каких-то там частицах мы недавно с этим столкнулись и люди стали жаловаться мы не знали то что у производителя точнее не у производителя у поставщика скорее был всегда мешок один а потом их появилось несколько ну и мы купили по размеру такой же не посмотрев что у него плотность другая и люди стали жаловаться хорошо мы их мало купили мы потом посмотрели у них оказывается плотность там тысяча тысячи пятьсот еще какая-то короче самое идеальное это 1000 если брать плотность 1500 то у тебя даже вода из него не льется ну-ка в нем можно воду таска не варил то я первое первый раз я научился как собака с тем еще с нормальным даже мешков этот тем поймал по мне пригара тогда не было ну я сказал мне я так пиво варить не хочу поэтому я вот до сих пор тот товаре там в кастрюльках вот это вот получает 10 литров пива вот это мучение на восемь часов да и в итоге ты получил не моя тема она прошедшая может с этого начинать надо луну нет все равно самогонный аппарат ну кстати я варил целых пять лет варил в 50 литровом кубе с фольжном с двумя фольжнами от этого же производителя нехороший пиво получалось немецкая чешская там не знаю внутри в кастрюле варил у тебя был т.н. нему индукционная плита она-то индукционный плит нет я вообще да вот и все равно у меня был пригар все равно мне был пригар небольшой пригар всегда был я сейчас коснусь этого конечно просто тензов это совершенно неподходящая история тогда если хотим сварить пиво да или даже я на своем тени пригар словил у меня был мешок гаи так к чему я второй мешок который не пропускал я фольжно использовал потом мешок и перегонял какую-то брагу зерновую ну вместе с получается там остатки зерна попались и а через мешок ничего не проходит ну там под низом кипит короче да где ты а здесь температура никакая пройти не может я высыпал из этого мешка из дурацкого я когда высыпал что-то попало под фольжно я словил пригар все вот тема т.н. и зерновые какие-то вещи вообще просто исключительно тогда надо купить индукционную тогда можно и на нашем самогонном аппарате варить вот на 50 литровом кубе я варил у меня выходила самое большое 37 литров пива внутри тем литров пиво если я так тогда считал если варить хотя бы ну допустим два раза в месяц то это считая 70 литров а варил я всегда с октября по май то есть мая я делал последнюю вар считай октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май это получается 8 месяцев 8 месяцев умножить на 2 это 16 16 умножить даже на 30 это нормальный такой запас пиво для того чтобы дожить до следующего до следующего года скажем так то есть и летом я пиво не варил если пиво не продавать пить друзьями самому то этого вполне достаточно